Установку улицы Декабристов в Туле в пору переименовывать в Пивную Радость или Бездонную Бочку. На небольшом отрезке улицы Металлургов разместил сразу 10 пивных магазинов и забегаловок. Жителям такое соседство не по нраву, ведь клиенты часто идут распивать во дворы. Сегодня на личном приеме граждан, исполняющего обязанности губернатора, областные и городские власти вместе с полицией думали, как же быть. Вот 88-й дом Пивнушка. Пивасик, все в разлив. Работает в форме кафе. Пивной мир тоже все в разлив идет. Название пивных точек Елена Соколова помнит наизусть. Она живет рядом, а многие клиенты из пивнушек идут прямо во дворы. Как итог, сломанные качели, мусор и общественный туалет под открытым небом. Несмотря на ранний час, молодые люди поведали нам, что в окрестностях можно выпить и ночью, а кое-где наливают даже подросткам. Молодежь, которой некуда деться, еще одна проблема. Детки, я не знаю сколько, наверное, от 13 и до 18 годов. Все, со всего района Пролетарского, собираются у нас. Была детская площадка, разломали все. Лезут к нам в подъезд, лезут к нам в подвал. Приезжал участковый несколько раз, но толку, по-моему, никакого не было. Он там с ними поговорит, они его пошлют куда подальше и все. Четвертый год. Жители добиваются от города хоккейно-футбольной площадки за домами. Но сначала этот участок отдали под рынок, еще год он зарастал травой. Со всеми этими бедами Елена Анатольевна пришла на прием к Алексею Дюмину. Почему вы играете в салют? Ну, потому что очень долго мы ведем переписку. Как выяснилось, спортплощадку построить можно. Там можно разместить хорошее стандартное, ну почти стандартное футбольное поле, баскетбольное поле можно разместить. Мы готовы ее включить на сегодняшний момент в план благоустройства на 17-й год. Специальная ситуация сложнее. Торговля в жилых домах разрешена. Лицензия не нужна. Мы предлагали запретить вообще продажу пива в домах, есть магазины. И плюс, конечно, на мой взгляд, необходимо все-таки продажу пива лицензировать. Область выйдет с предложением на федеральный уровень, но что делать сейчас, решили обратиться в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Предприниматель уведомляет о том, что это помещение отвечает всем требованиям, и санитарным, и пожарным. То есть он берет ответственность на себя. Поэтому Роспотребнадзор к нему может предъявить соответствующие требования. Мы создадим межредственную комиссию, в которой мы по всей этой точке управляем. Мы управляемся и посмотрим, где их можно прижать. А что касается обращения на федеральный уровень, то мы подумаем, как правильно стать этот документ, и будем выгодить с инициативой. Пока же дворы в районе остановки Декабристов полиция возьмет на особый контроль. Мария Кузнецова, Олег Талашов, Вести Тула.